МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа передачи Краевого телеканала СВТВ продолжает прямой эфир. Я Олег Исаев. Здравствуйте. Волонтеры со всего края 20 марта приехали в Ставропольский аграрный университет на первый краевой форум студенческих и молодежных объединений в сфере добровольчества соединения. Они анализировали достижения и возможности добровольческих организаций на Ставрополье, определили проблемы в этой сфере и находили решения. Сегодня мы говорим о добровольчестве и волонтерстве на Ставрополье. И хотел бы представить вам наших замечательных спикеров, которые сегодня собрались в студии. Их необычно на прямом эфире много. Обычно у нас бывает один-два человека. Сегодня вас целых восемь. Но я думаю, что беседа у нас получится красочной, яркой. Но мы все-таки определимся, что же такое добровольство и волонтерство. Потому что есть по этой теме вопросы. Позвольте я представлю всех вас. Ну, в первую очередь, сопредседателя ОНФ Ставропольского края, руководителя ресурсового центра поддержки добровольства и гражданских инициатив Ставропольского края, Елену Козак. Здравствуйте. Также у нас в студии Марина Назарова, студентка 4-го курса Ставропольского государственного медицинского университета. Я прав? Это вы. Да, вы так руку поднимаете, чтобы я хоть со всеми познакомился, потому что пришли практически перед эфиром все. Инна Кулиева, штаб волонтерских отрядов. Здравствуйте. Это вы. Очень приятно. Марина Чернышева. Она представляет такое направление, как медиа-волонтерство. Для меня это вообще вновь. Я о таком не слышал никогда. Я надеюсь, сегодня услышу, что это такое. Николай Рыжков. Городская среда. Это вы. Отлично. Калякин Денис. Медицинское волонтерство. И Панферова Екатерина. Тоже медицинское волонтерство. Это вы. И еще я кого-то не назвал. Как вас зовут? Возьмите микрофон, представьтесь, пожалуйста. Павел Богданов. Представляю проект «Чистые игры». Волонтерский отряд эколог Ставропольского генерального университета. Ну и можно много еще чего добавить. Регалий много у вас. К этому списку. Но мы не будем на этом задерживать. Да, я думаю, что всего понемножку мы сегодня в эфире обо всем поговорим. Елена, первый вопрос к вам. Что это за форум? Я сейчас озвучил какие-то общие моменты, которые на всех информационных сайтах проходили. Но все-таки хочется поподробнее узнать, потому что, насколько я понимаю, мероприятие достаточно масштабное было. Расскажите о нем. Что это такое было? Да, действительно, форум соединения, который состоялся на гостеприимной площадке Аграрного университета, стартовал нашу большую работу по развитию добровольчества в Ставропольском крае. Конечно, много очень проектов и практик успешных волонтерской деятельности на Ставрополье. Есть чем гордиться, но, как говорится, нет предела совершенству. И всегда есть к чему стремиться. Поэтому первой такой значимой площадкой в этом году стал организованный, в первую очередь, с силами добровольческого штаба Аграрного университета и профсоюзной организации, а также ассоциации студенческих организаций. Вот такой замечательный форум, который собрал более 100 волонтеров, организаторов добровольчества, именно студенческих волонтерских объединений. Но, конечно, это была только первая площадка. И дело в том, что в течение вот этих двух недель мы шли в развитие этой истории. И вот буквально позавчера у нас успешно финализировал форум добровольчества и инициатива, который подхватил эстафетную палочку у Ставрополя и был реализован в Пятигорске. И на всех этих площадках, конечно, мы осуществляли, в первую очередь, работу по консолидации наших волонтерских сил на Ставрополье. Но также перед нами стояла очень важная задача синхронизировать региональную повестку и федеральную повестку. Мы ведь все помним, что 2018 год был объявлен президентом годом добровольца. Но я в этом плане всегда люблю говорить, что у нас каждый год год добровольца. И каждый день у нас день волонтера. И действительно, если вы помните, в прошлом году заседание Государственного совета, которое состоялось 27 декабря, полностью было посвящено вопросам дальнейшего развития поддержки добровольческого движения. И на наших форумах мы в том числе вместе с организаторами добровольчества, вместе с социальными партнерами, а это и органы власти, местного самоуправления, это социально ответственный бизнес, это, кстати говоря, СМИ, от которых очень зависит популяризация добровольчества, это то, чем мы сейчас занимаемся вместе с вами. Спасибо вам огромное за это, вашему прекрасному телевидению. У нас уже, кстати, очень много креативных идей о том, как это будет дальше происходить. И вот мы все вместе на этих площадках обсуждали предложения, которые уже сегодня направлены по итогу этой большой работы в Москву, в Ассоциацию волонтерских центров. Более 50 предложений в план мероприятия и концепции развития добровольчества волонтерства в Российской Федерации до 2025 года. Елена, я прошу вас взять другой микрофон, мне подсказывают режиссеры, что-то с микрофоном у нас не в порядке. А я надеюсь, меня слышно? Вас слышно, вы не переживайте, у нас замечательная аппаратура здесь в студии. Елена, я хотел походу задать вопрос, но вы так рассказываете интересно, трудно перебить. Спасибо. А вообще в Ставропольском крае у нас сколько волонтеров? Вот какова их численность на сегодняшний момент? Это хороший вопрос, не только для Ставропольского края. Мы понимаем, что волонтеры есть формализованные, есть неформализованные. Вот если говорить о формализованных волонтерах, то есть это те люди, которые фигурируют, ну скажем, это неприятное для всех живых и активных людей слово, фигурируют в отчетности. Вот по отчетности у нас 33 тысячи добровольцев, даже немного больше. Если мы обратимся к единой информационной системе добровольцы-россии.рф, это главный портал, который создан по поручению президента России. Вот все радостно кивают, потому что это действительно очень мощный ресурс развития добровольчества. И вот на этом портале зарегистрировано уже около 15 тысяч. То есть примерно половина тех волонтеров, которые формализованы, они уже зарегистрированы в ЕИС. Но вот моя искренняя уверенность, что добровольцев намного больше. И я уверена, что даже если человек нигде в отчете не фигурирует, но если он помогает кому-то, принимает участие в социально значимой деятельности, естественно, он волонтер. Другое дело, что вот наша задача вместе с ребятами создавать как можно больше возможностей для таких активных людей, которые хотели бы оказывать помощь и участвовать в решении социально значимых проблем, задач развития. Создавать для них возможности для самореализации. Вот по поводу возможностей. Я думаю, что следующий вопрос я адресую Марине Чернышевой. Медиа волонтерства. На самом деле это вот как? Это телеканал бесплатно работает? Или это то, о чем говорил Елена, пропагандирует вот это движение? На самом деле получается странная штука. Все знают, что такое волонтеры, а начинаешь спрашивать, а что же именно в твоем представлении волонтерства, добровольчества? Ответы порой обескураживающе разные. И в конце концов человек говорит, да бог его, бегают там, кто-то что-то делает, сами, наверное, пиарятся. И, к сожалению, мы проводили общественное обсуждение, буквально вот позавчера Елена Михайловна сказала, что был форум в Пятигорске, и очень хорошо мы прокатали буквально на общественных дискуссиях. У нас было несколько площадок с разными людьми. Мы просто прокатали вот эти моменты, и мы поняли, что не все так просто. Иногда очень, казалось бы, очевидные вещи на самом деле не очевидны. И сами иногда волонтеры бывают разные, и сами ребята по-разному, кто вовлечен, представляют себе волонтерство. Например, волонтерство бывает событийное, тогда, когда какие-то форумы, какие-то, мы знаем, олимпиады, волонтеры олимпиады, волонтеры универсиады и прочего. А бывает волонтерство и каждодневное, социальное волонтерство, то, что является, в общем-то, огромным социально значимым и очень важным трудом. И мы сейчас как раз стоим перед задачей немножко переориентировать или просто дать понять, что, ребята, волонтерство – это не то, что там туристов встретить, провести, или туристов, или участников там помочь. А ведь волонтерство – это еще и каждодневный труд в домах престарелых, с детьми, с инклюзией. Ну вот конкретные примеры вашей работы, медиа-волонтерства, что конкретно сделали? Для того, чтобы именно эти понятия попали в общественную повестку дня, должны быть медиа-волонтеры. То есть люди, которые способны правильно написать, опубликовать, сделать пост, снять картинку, подать. И, вы знаете, существует целый пласт социальной видеопродукции. В Пятигорске у нас был очень интересный гость Матвей Масальцев. Это федеральный, уже международный фестиваль «Лампа» социального видеосюжета. Там и социальный ролик, и реклама. И, вы знаете, это потрясающие сюжеты по глубине души. Коротко, в двух-трех минутах рассказывающие историю людей, которые пришли и, например, стали клоунами в косписах, стали какими-то тьюторами для детей с инклюзией. А вот, понимаете, говорить об этом очень легко, делать очень тяжело. А где эти сюжеты можно увидеть? У нас на центральных федеральных каналах такие сюжеты показывают? Мы теперь пришли к выводу, кстати, одним из главных выводов нашего форума в Пятигорске, который продолжил площадку Ставропольскую, и стал, что без медийного сопровождения, что медийное сопровождение есть один из основных ресурсов развития добровольчества. Ну, слово пропаганда сейчас не в почете, как только они называют, там, басадорство, там, и так далее. На самом деле, продвижение вот этой идеи должно быть через каналы, через СМИ. К сожалению, не всегда мы находим понимание, не всегда эфирное время требует денег, мы все это знаем, но в то же время есть площадки, как свое ТВ, спасибо вам, которые согласны работать, согласны предоставлять время для этой тематики. Мы не просто согласны, мы для этого и созданы. Мы надеемся привезти сюда фестиваль «Лампа», стать региональным представительством этого фестиваля и вовлечь людей, те, которые каждодневно... Поймите, журналист не может знать, что где-то в доме ребенка, где-то в доме престарелых, где-то в хосписе, где-то в онкологической клинике работает та или иная группа увлеченных, одаренных людей, которые приходят туда с мини-концертами. Это знают сами эти люди. И вовлечь людей в это волонтерство, простых людей. Ведь сейчас не нужна сложная техника, чтобы снять вполне приличный ролик. Это делают сейчас камеры телефонов. Спасибо, Марина. Я думаю, что следующий вопрос все-таки хочется задать Инне Кулиевой, поскольку я вижу, что она представляет штаб волонтерских отрядов, то есть аккумулирует в себе знания о всех волонтерах, которые у нас есть в Ставропольском крае, хотя бы в Краевой столице. Не секрет, что в ближайшем будущем мы принимаем огромное мероприятие, международную студенческую весну, а такие мероприятия подразумевают как раз наличие вот этих самых добровольцев, волонтеров, которые помогут нашим гостям, гостям нашего региона, Краевой столице, свободно ориентироваться здесь, чувствовать себя как дома, что называется. Вот это волонтерство гостеприимства, оно у нас как вообще, на каком уровне? Сможем мы потянуть? Ну, потянуть, я думаю, сможем, потому что это уже показала российская студенческая весна, которая прошла у нас буквально в мае 2018 года. Но это все-таки российская студенческая весна, где все-таки мы разговаривали в русском языке. Банка повышается, все, так и должно быть. Я как раз руководитель Центра волонтеров студенческой весны стран БРИКС и ШОС, и сейчас мы буквально завершили отбор заявок на наш фестиваль. И, конечно, говорящих волонтеров у нас много, действительно, очень много достойных заявок мы получили. И сегодня мы понимаем уже по собеседованиям, которые проведены, что волонтеры, действительно, которые вошли в волонтерский корпус фестиваля, они достойные, они справятся, мы уверены в этом. У нас есть не только волонтеры, которые представляют Ставропольский край, но и волонтеры из других регионов, и даже волонтеры-представители Грузии. Поэтому мы думаем, что, конечно же, волонтерство в сфере гостеприимства, мы его сейчас все-таки считаем больше событийным волонтерством пока еще. Вот пока мы еще считаем его частью событийного волонтерства. Оно у нас развивается, и то, что российская студенческая весна прошла у нас на таком масштабном высоком уровне, еще раз это подтверждает. Думаем, что в этом году будет только лучше. Ну, на самом деле, я с Мариной соглашусь в том отношении, что все-таки для большинства людей понятие волонтерства и добровольчества сейчас подменяются немного другим понятием. Все думают, что это вот такая общественная деятельность. Вот это человек, который бесплатно может куда-то проводить, что-то показать. Ходит в такой футболке с логотипом того мероприятия, где он работает, все знает. У него везде есть грин-карты на все мероприятия и так далее. Во все двери он без стука может войти. Но на самом же деле добровольчество и волонтерство – это помощь остро нуждающимся слоям, цитирую, слоям населения, не имеющим возможности помогать себе сами. Самим. Старость, беспризорность, инвалидность и так далее. Я думаю, что сейчас мой вопрос будет адресован тем нашим гостям, которые представляют медицинское волонтерство. Здесь два человека – Денис и Екатерина. И, конечно, социальное волонтерство – это Марина Назарова. Ребят, по очереди мне бы хотелось узнать все-таки, что в понимании, а по большей части волонтерством занимаются студенты все-таки у нас, что в понимании наших ставропольских студентов все-таки вот это понятие добровольчества, волонтерства. И конкретные примеры вот этой помощи старикам, работы в хосписах, в больницах, там, где действительно тяжело, может быть, где-то неприятно. У меня второй эфир уже по этой теме, если честно. На прошлом эфире я так и не услышал конкретных примеров. Вот сейчас очень хочется услышать и нашим телезрителям тоже. Кстати, уважаемые телезрители, у нас работает телефон прямого эфира 8 800 707 02 26. Вы можете этот номер наблюдать постоянно внизу экрана на информационной плашке. Пожалуйста, звоните, если у вас появились вопросы. Либо конкретные предложения о помощи кому-то. Если вдруг кому-то нужна помощь, старикам, больным, неважно кому, чтобы вот просто найти руки и доброе сердце, звоните, рассказывайте, постараемся помочь. Итак. Да, на самом деле медицинское волонтерство это определенная сфера деятельности и у нас определенные задачи. Вот наши волонтеры занимаются помощью в больницах, в лечебно-профилактических учреждениях. Недавно буквально мы помогали в одной больнице. Были дежурства. Просто волонтеры приходили и определенный график у них был. Они дежурили, помогали среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу. Такая посильная помощь нуждающимся. Вот. Также у нас, например, в университете разрабатывается проект помощи людям на дому. Ну, социальная помощь. Но это направление только получает развитие, только начинает свою деятельность. Екатерина, Катя же, правильно? Да. Екатерина, а вот в больнице конкретно-то что делали? Помощь среднему медицинскому персоналу достаточно такое распространенное, такое широкое. Да, ни о чем. Вот конкретно. Гладили простыни, помогали с перевязкой больных. Помогали с перевязками, делали инъекции. Средний медицинский персонал делал инъекции. Выносили судно. Да, да. Все вот, чем занимает средний медицинский персонал, делали волонтеры. Эти волонтеры это кто? Студенты медицинского университета нашего? Студенты нашего медицинского университета. Вот этим направлением занимаются именно студенты медуниверситета или другие студенты тоже есть? Потому что, смотрите, вот студент медуниверситета, он же обязан это знать и обязан это делать. Для него это, в принципе, неплохая практика. В больнице пусть бесплатно, но поработать в больнице, понять, где эти шприцы берут, откуда берут бинты, как это все делать, это нормально абсолютно для него, он и так практику проходит. А вот другой человек, который к этому абсолютно никак отношения не имеет. На самом деле у нас такой практики нет, у нас волонтеры из других университетов, они занимаются, например, профилактикой здорового образа жизни, вот аграрный университет, там есть целое направление. Это значит что? Здоровый образ жизни? Не пить, не курить? Здоровый образ жизни? Ну, не только, заниматься спортом, правильно питаться. Мы, например, как волонтеры-медики более знаем эту тему, и мы профилактируем заболевания, то есть у нас и профилактика заболеваний, и мы объясняем людям, если они, например, больны с сахарным диабетом, как они должны вести свой образ жизни. Катюш, конкретный пример, смотрите, 20 марта у нас международный день против туберкулеза, по-моему, 20 марта проходит. Да, 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 проходили акции. Что конкретно проводили вот к этой дате? К этой дате мы в школах проводили мастер-классы для школьников 8-го, 9-го класса, профилактика туберкулеза, вот. И также в ТУП-диспансере проводим каждый год для деток веселые старты, там с призами, вот. Я вот хотела добавить, мы буквально недавно ходили со студентами медицинского университета в геронтологический центр. Дело в том, что у нас есть два проекта, которые направлены на сопровождение людей с ограниченными возможностями для прогулок на свежем воздухе. Дело в том, что в геронтологическом центре, если мы говорим о студентах, которые не имеют медицинского образования, чем они могут помогать? В геронтологическом центре очень много людей, которые имеют ограничения по здоровью и самостоятельно не способны выходить на улицу. Это для их здоровья очень важно. И здесь помогаем именно мы. Мы организуем прогулки, берем коляску, выезжаем с этой коляской на улицу и, соответственно, организуем прогулки на территории этого центра. Совсем недавно мы организовали это со студентами медицинского университета. У нас есть два похожих проекта. И вот после форума, который прошел у нас в университете в Аграрном, мы как раз решили делать это вместе. Это к вопросу о том, чем могут заниматься как раз студенты, не имеющие медицинского образования. Мы считаем, что эта помощь, она очень необходима, потому что хотя бы раз в неделю, хотя бы шесть человек, но мы вывезем и мы поможем с поддержанием их здоровья. Это очень важно тоже для них сегодня. А еще это к вопросу соединения. Уже объединяются волонтеры разных университетов, разных направлений. Ну и, кстати, я вот хочу в защиту Кати сказать, то, что они обучаются в медицинском университете, не означает, что и свободное свое время они должны посвящать и посещать медицинские учреждения, оказывая помощь и пациентам, и медперсоналу. Правда же? Действительно, у них есть практики учебные и производственные, в рамках которых они должны это делать. Но в свободное время, когда молодые люди, студенты идут в больницы и оказывают вот такую помощь, ведь они оказывают ее от души. И на самом деле и пациентам помощь такая нужна, но нужна и медикам, ведь у них очень благородно, при этом очень сложная, да, социально сложная профессия. И вот ребята там просто как свет ваконце, да, такой огонек, который согревает и приносит свет. На самом деле это здорово очень. Знаете почему? Потому что когда, особенно в геронатологические центры или адресно в какую-то квартиру, в дом приходит молодежь, вот ухаживать за стариком, просто быть рядом, пожилые очень сильно привязываются к этим людям. И если это сделано не от сердца, то потом, ну я вот один-два раза схожу, человек уже привязался за один-два раза, а потом я больше не приду. Вот это на самом деле страшно. И главное, чтобы современная молодежь это понимала. Мы делаем это постоянно. Да, и вот вы знаете, такая же ведь есть беда и с детскими домами, с детьми-сиротами. Ведь у нас хватает вот таких проектов, да, когда под Новый год раз в году карму почистить, да, и мы идем в детский дом, несем туда подарки, айпады, айфоны, игрушки. Мало того, что пользы не приносим никакой детям, воспитанникам детских домов. В детские дома айпады и айфоны несут. Да, есть и такие прецеденты, когда у нас крупные организации, значит, вот таким образом свою социальную ответственность реализуют. А на самом деле этим ребятам нужно, чтобы к ним пришли наставники с производства, рассказали о профессиях. Чтобы кто-то был просто рядом. Чтобы пришли, да, старшие товарищи, старшие братья, старшие сестры, да. И чтобы стали тем связующим звеном, ниточкой между социумом и тем, ну, достаточно изолированным миром, в котором живут дети из детского дома. И вот это действительно очень здорово, что ребята такую живую работу проводят. Вы добавите что-то, хотели? Можно? Да, конечно. По поводу условных таких проектов, которые посещают там, делают какую-то ненужную, на самом деле, вещи для детей. Там, например, заваливают их на Новый год подарками, конфетами, да. Ну, вот случай конкретный, да, что до 17 раз приходят бесплатные Дед Морозы, то есть, к детям, в детский дом. 17 раз, думайте, ну, как бы, то есть, люди подходят, у них подход просто, как бы, ну, как отмазаться, это называется, если просто говорить. То люди не проанализировали проблему, то есть, они не понимают, что делать, как они повлияют, да, как их действия повлияют дальше на эту проблему. Ну, то есть, это не основательный подход. Как раз та сфера, где нужно прийти, научить вязать, готовить, шить, забивать гвозди. То есть, если парни идут туда, то не в Дедмородовской бороде. Возьмите инструменты, возьмите что-то, научите ребятам жизнь выходить. Они ничего не знают, они уверены, что... Самое главное, приходить не один раз. И не один раз. Они уверены, что булки готовые на улице растут. То есть, они не понимают ценности вещей бытовых. Они не понимают, даже когда берут их в приемные семьи, они не понимают, что такое тарелка, что ее не нужно бить, потому что ее потом нужно пойти купить, оторвать деньги от бюджета. Извините, туалетную бумагу не нужно выкидывать на улицу, чтобы посмотреть, как она размотается с 10 этажа. Вот элементарных вещей, ребята не знают, их надо социализировать, это очень важно. И вот волонтеры-событийщики, ой, извините, социальные волонтеры как раз, и задача преодоления этого барьера. Ну, я вижу, что глаза горят, и на самом деле верю этому. Очень тоже интересная тема. Николай Рыжков. Славный город Невидномыск. Да. Городской активист, волонтер в сфере благоустройства городской среды. Что такое благоустройство городской среды? Это вы лавочки бесплатные, что ли, делаете? Ну нет, на самом деле волонтерство здесь, наверное, больше можно сказать, что есть студенты-волонтеры, а есть взрослые успешные люди, которые занимаются бизнесом, у которых свои заводы, предприятия, фабрики, которые каждый день ходят на работу. Они же могут быть и волонтерами, собственно говоря. Это вы о себе? Ну, и о себе в том числе. Вы бизнесмен? Нет, в прошлом я руководитель средств массовых информации. Да. Объясню вам ситуацию. Значит, для того, чтобы сделать город благоустроенным и чистым, не всегда ЖКХ может это обеспечить самостоятельно. Что мы и делали. Мы делали, собирая инициативные группы. То есть инициативные группы – это взрослые успешные люди, которые объединяются и идут разговаривать с администрацией. И совместно с администрацией проводят какие-то масштабные, большие проекты, маленькие проекты. Совместно были построены спортплощадки, совместно был построен скейт-парк. Я знаю, что частенько свое ТВ освещало эти мероприятия. Из масштабных мероприятий инициативные группы совместно с администрацией и с молодежью сделали большие субботники. То есть проведен был в прошлом году массовый субботник. 48 тысяч человек вывели на улицы. То есть вот фактически, посчитайте, 48 тысяч волонтеров. Невиномыск вычистили весь? Еще осталось. В этом году, 20 апреля, приглашаю, будем продолжать убираться. Но уже это будет больше праздник для людей. Потому что самая важная цель была не, наверное, убрать, а приучить молодое поколение взрослых людей, которые до этого как-то прошел бумажку кинул. Нет, сейчас вот мы все привыкли в Невиномыске бумажка, там неважно что, билетик в карман. И на улице уже практически не выкидывают. Уже там домой пришел, из кармана достал в мусорку или по дороге в мусорку. И уже до такой степени первый раз, когда мы выходили, было обидно, что набросали. Но постепенно, постепенно мы у себя уже приучили такую привычку, что лучше, наверное, собрать сегодня и выкинуть, да, если увидел бутылку, чем дождаться того момента, когда организуется большой субботник, и опять надо убирать. Николай, а самое главное, рецепт-то какой? Как приучаете-то? Бьете по рукам? Как приучаете? Да что вы, бог с вами. Нет, разговариваем, вовлекаем. Понимаете, когда вы пройдете и соберете там пакетов 20 мусора, и у вас уже в голове картиночка-то складывается, что лучше было бы его и не кидать. Лучше было его не кидать до этого, правильно? Молодежь уже сама за собой следит. Знаете, я сам не из этих мест. И для меня было удивительно, что после первого субботника я на улице начал замечать, что молодежь делает замечания другой молодежи, когда так кидают мусор. Это просто феерично. На самом деле, вот я почему спросил рецепт. Я недавно совсем наблюдал такую ситуацию, стоял после тренажерки на остановке. Молодой человек, видимо студент какой-то, подошел к этой же остановке, встал перед урной, покурил и выкинул бычок не в урну, он выкинул бычок назад, на тротуар. Если честно, подошел автобус, да и я бы не рискнул к нему подойти, потому что, ну, еще есть такие предрассудки, потому что он больше меня был в два раза, этот студент. Ну, вот так. Я поэтому и спросил, а как приучать-то? Ну как? Вот как вдолбить в головы, что нужно бросать в урну мусор? Ну, кто-то прошел с этим мусорным пакетом, собрал туда все бумажки, да? Ну, это он один человек, а еще сто. Просто посмотрели, извиняюсь, посмеялись и сказали, ну, хорошо, он теперь будет все время так ходить. Ну, вот, для того, чтобы вы понимали, в отчетах о субботниках фигурируют цифры, там, вывезли там 10 КАМАЗов там, да, мусора. Ну, то есть это объемно, да? У нас было вывезено почти тысяча с копейками КАМАЗов мусора. То есть это очень много. То есть это не просто покидали мусор, то есть это залезли в самые недоступные места, и оттуда собрали уже залежавшийся мусор. Поэтому молодежь сейчас, видя чистый город, ну, по мне, так старается не мусорить. Слушайте, если это так, то честь и хвала на самом деле, потому что хочется, чтобы, как говорил наш губернатор, чтобы у нас в Ставрополе не было свалкой. Потому что я очень хорошо помню его слова, когда он только пришел на Ставрополе руководителем, после очередной поездки рабочий по краю, он очень сильно ругался на заседание правительства, поскольку увидел по окраин дорог целую кучу на каждом столбике, на каждой веточке пакетов полиэтиленов. Так спросил, у нас в крае есть завод по производству пакетов? Кстати говоря, Павел, да, мы к вам и перейдем к экологии, особенно в преддверии... На самом деле, в сфере добровольства, волонтерства, экология – одно из самых забытых направлений, по крайней мере, было таким. Тема очень перекликается и с благоустройством городской среды, и с природными территориями и так далее. Когда я понял, каждый из нас здесь присутствующих – это локомотив. Кто-то объединяет, а кто-то развивает конкретные направления. То есть в развитие этих направлений попадают люди именно по призванию по своему. Ну вот и в тот момент, когда я понял, что я хочу заниматься сферой экологии и развивать добровольство в этом направлении, мы тоже пришли к субботникам и начали их анализировать как-то. Вышли, нашли тех активистов, добровольцев, кто делает это систематически в лесах города. И начали узнавать, какие проблемы. Поучаствовали сами, начали спрашивать, какие же проблемы встречаются. Ну и проблема простая. Вы ее озвучили только что. То есть мы мусор убрали, завтра приходим, мусор здесь опять. И стало понятно, что проблема, сама экологическая сфера, она больше не прикладная, она больше социальная все-таки тоже. Потому что все идет именно от культуры, от понимания. То есть человек, выбрасывающий бочок, окурок этот, он делает это машинально, на уровне привычки. Вот, и как-то вот надо клин клином вышибать, да, и на уровень привычки выводить какие-то экологичные движения, да, то есть темы. Ну и для этого в том числе и средства массовой информации нужны, и добровольцы, и так далее. Павел, правильно? Да. Это все понимают, что надо. Но рецепт-то какой? Вот люди у нас привыкли. Я начал говорить, но вы так поспешили, да, всегда договорю, задам все-таки вопрос. В преддверии вот этих замечательных наших майских праздников, что делает наш народ? Я не говорю Ставропольский, российский вообще. Берет мангал, берет маринованное мясо, идет жарить шашлыки. Да, и зачастую уже мусор они складывают в мешочек в один, и очень часто это попадается. Вот мы этого отслеживаем. Потом эти мешочки лежат в лесу просто, да? Ну да, 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 но это уже сдвиг какой-то, хотя бы он не разбросан и так далее. Так вот, что мы решили делать? Мы начали искать какие-то подходы непростые к субботникам, и нашли такой проект, например, как «Чистые игры». Это игровой формат субботника, и все соревнования основаны на раздельном сборе мусора. То есть мы не просто уже как бы убираем территорию, мы еще и сортируем отходы. То есть тот, кто не сортирует, он уже не может выиграть. Кто участвует в этих играх? Все. Все кто? Возраст? Все свои населения. Родители с детьми приходят, семейные, то есть команды бывают. Бывают школьные, бывают студенческие, бывают, и даже пенсионеры бывают к нам приходят. Так что, как бы, и даже были команды, где... Вы занимаетесь этим только в Ставрополе, в краевой столице? Нет, в крае развиваем этот проект, например, тоже. Но это не единственное направление, как бы. Более прикладное направление, например, посадка деревьев. Тоже важная тема, например. Это больше, как бы, мы стараемся детей вовлекать в эту деятельность. Ну, на самом деле, вы правы в чем? В том, что... И об этом уже давно, и долго, и упорно говорится, в частности, и в СМИ тоже. О том, что у нас пропала куда-то культура. И мне кажется, что те вот ребята, студенты, да, школьники, старшеклассники, которые мусорят, им все-таки не заложили родители, наверное, в первую очередь. Во-вторых, не заложили в головы в той же школе, что мусорить нельзя. Это твой дом, это твоя земля. А вот в школах, в университетах с преподавательским составом, с педагогическим составом, как с ними-то вот работают в этом? Вот, например, у нас был, есть опыт работы со школами, мы проводим экологические уроки для начальных классов. Ну, это никакой терминологии сложной, естественно, как бы основы только, то есть, что для того, чтобы мы были здоровы, да, тоже, по сути, экология, здоровье человека, это здоровье наше, да, нам нужна там чистая вода, чистая еда, чистый воздух, да, это все экология, по большому счету. И как их сохранить? Откуда вода в кране, спрашиваем у детей, вы знаете? Многие не знают даже, и оттуда они начинают задумываться, ого-го, а откуда же, вот это реально бывает сложный вопрос для детей, откуда вода в кране? То есть, они не понимают цепочку, как бы, взаимосвязи с природой все-таки, это же ледники, дожди, горы, родники и так далее, реки, это тоже экология. Да, 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 то есть, а тут, и как бы, когда мы эти основы все, как бы, с детьми обозначаем, мы им показываем картину замусоренного леса и спрашиваем, а вы такое видели? И они просто, и тут у них переключается, как будто они понимают взаимосвязь сразу, что все, и они там... Как узнать, где ваши чистые, чистые же игры, правильно? Как и где ваши чистые игры будут проходить? Вот простой человек, который сейчас нас смотрит. Ближайшие чистые игры пройдут 7 апреля, в эти выходные, в воскресенье, в городе Михайловске. Где сбор? Сбор на конечной первой маршрутке, вот, это район Снизх, будем чистить сквер этого района Снизха. Ну, местные его называют Розарием или Старым Дендрарием. Ну, на самом деле, я еще в довесок ко всему ландшафтный архитектор, как бы, и оцениваю такие объекты, очень, ну, неравнодушен к ним. И на самом деле, это уникальный объект ландшафтной архитектуры для края нашего. Вот, и мы решили его вычистить. Пока что только вычистить. Так, у нас не было слышно вот этих двух молодых людей. Я прошу вас сейчас взять микрофон и рассказать, чем же вы занимаетесь. Ну, на протяжении... Как вас зовут еще раз? Назурова Марина. Да, на протяжении четырех лет, занимаясь волонтерством, наш факультет в основном занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья. То есть, если говорить про чистки дворов или экологию, то есть реабилитационный центр, который находится на авиационном. И там именно детям и родителям очень сложно проехать на инвалидных колясках, то есть спустить своих детей вниз. И именно наши студенты, ну, медицинского университета, гуманитарного факультета, именно наши студенты помогают таким детям. То есть мы собираем 10-15 человек, и они все идут, либо они чистят до двора, либо помогают спустить детей. Но совсем недавно начала заниматься проектом, ну, защитила его на форуме. И сотрудничаю социально-городской организацией «Вольница». Там дети все с ограниченными возможностями здоровья. То есть там разные. Умственно отсталые, дауны, ДЦП, все-все. И я решила сделать бесплатные занятия для таких детей. То есть два раза в неделю провожу занятия. Усовершенствовала одну методику сказкотерапии со своим научным руководителем. И мы сделали сказку терапии с видеопросмотром и проговариванием. Я водитель, русские сказки показываю? Конечно. То есть детям вообще в основном интересно не то, что мы им объясняем, а именно если сказочные герои будут, они будут их больше воспринимать. То есть я включаю сказку, где определенный персонаж, герой, который им нравится, то есть до этого я спрашиваю, какие герои им нравятся, проводят зарядку. То есть упражнения выполняют. И они повторяют именно за этим персонажем. То есть если это буду я им показывать, то они будут еще вредничать, там нужно будет к ним подходить. А если будет именно показ сказочный герой, то они смотрят с интересом. Помимо этого сказочный герой произносит слова, они тоже за ним повторяют эти слова. И то есть я уже работаю на протяжении трех недель, и результаты видны. То есть если дети не могли произносить ни букв, ничего, то уже потихоньку мы произносим слова. А вы, будущая профессия ваша какая? Ну вот я хочу именно с инвалидами связать, то есть с ограниченными возможностями здоровья с детьми. Социальный работник? Нет, это будет, как идти, адаптивная физическая культура. У нас совсем немного времени. Меня зовут Денис. Я руковожу, занимаюсь направлением донорства в нашем медицинском университете. Так как донорство является частью здорового образа жизни, поэтому каждый студент-медик должен сдавать свою кровь и ее компоненты. Так как заниматься медицинской работой так же важно, как и заниматься... Не волнуйтесь, все нормально, все хорошо. Каждый медик является волонтером в своей душе. Сдавая кровь, он может помочь абсолютно любому человеку. В нашем университете реализуется ряд мероприятий, посвященных донорству. Например, кровь студентов-медиков во благо жизни будет реализовываться, например, с 15 по 19. Какое интересное название, немножко кровожадное, конечно. Кровь студентов-медиков во благо жизни. Есть, хорошо. Мы также занимаемся событийными мероприятиями, то есть посвященные национальному дню донора, посвященные всемирному дню донора. Ну и помимо этих мероприятий, большая часть студентов медицинского университета добровольно ходит сдавать кровь регулярно 3-4 раза в год. Вы знаете, ни в коем случае не сомневаюсь по поводу студентов вашего университета, потому что руководит замечательный человек вашим университетом. Елена, у нас очень мало времени до конца эфира. У меня есть вопрос, и я бы хотел от вас получить четкий ответ. Если вы вдруг не знаете, то от кого-то из ребят. Короткий ответ. Не так давно я снимал сюжет в Михайловске, где у одной из поликлиник не было пандуса для того, чтобы въехать на коляске. Нормального пандуса, который предусмотрен ГОСТами и СНИПами. Так вот, женщина, которая возила в эту поликлинику свою взрослую дочь на инвалидной коляске, она не знала, к кому обратиться. Выбиваясь из сил, она поднимала эту коляску по имеющемуся пандусу вот с таким уклоном. Сама. Есть ли у нас в крае, ну хорошо, в Ставрополе, телефон, по которому можно обратиться таким людям и попросить помощи у добровольцев? Смотрите, конечно, вопрос пандус поменять, да? Это не вопрос вовремя. Нет, попросить помощи. Помогите мне поднять, помогите мне наколоть дрова, помогите мне передвинуть мебель тяжелую, бабушка звонит. Вот телефон. Да, вот как раз в ближайшее время такой единый телефон у нас появится. Ресурсный центр поддержки добровольства и гражданских инициатив. Это как раз и будет такая своего рода общественная приемная. По всем вот направлениям здесь присутствующим и не присутствующим, готовая принять заявки и ситуативно помочь. Поскольку у нас в каждом городе есть волонтеры, и мы будем понимать, кому перенаправить в этом городе или даже в сельском поселении эту заявку. Есть. Да, и вот я все-таки хочу здесь сказать, что... У нас 15 секунд осталось. У нас волонтеры не вместо власти, а вместе с властью придумывают крутые вот такие решения и помогают людям. Вам от всего сердца и от всех наших телезрителей, от нас, от нашей телекомандии. Спасибо большое. Всегда рады вас видеть в нашей студии и в наших стенах. Всегда готовы помочь. Дорогие телезрители, сегодняшняя тема была добровольчество и волонтерство на Ставрополье. Я думаю, посмотрев на этих ребят и послушав их, можно с уверенностью сказать, что эти понятия в действии у нас есть. С вами был Олег Исаев. Вы смотрели прямой эфир. Доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин